Я приветствую всех, кто занимается строительством и тех, кто в частности занимается купольным строительством. И хочу вам продемонстрировать проект купола, созданный в программе Blender. Как вы видите, здесь имеется привычный нам купол, который состоит из сегментов треугольной формы. И некоторые сегменты для удобства восприятия, они сведены в грани, маленькие треугольники, некоторые оставлены пустыми. Также видно, что нижние сегменты, они превращены в порталы, которые имеют назначение входов и выходов. Вот здесь вот у нас портал, он посвящен камину, то есть печи по каминному типу. Можно заглянуть вот так вот внутрь. Вот такая вот длинная труба. Внутри мы видим винтовую лестницу. Она, в принципе, тоже помещается, конструируется, и все можно учесть, все можно подвинуть, повернуть, чтобы посмотреть экономию места свободного. Также внимание привлекает Аттик. В народе называют его кукушкой. Он несколько видоизмененной формы. Мы можем посмотреть на него сверху. Как видите, вот эти вот грани, они полностью одинаковые, идентичные. Здесь у нас примыкает к трубе, а здесь у нас выходит на перпендикуляры, которые идут от дверного портала. Эти две грани тоже одинаковые. Некоторые особенности проектирования в программе Blender таковы, что, вот, к примеру, здесь есть такая галочка, Late называется. Она обозначает длину, то есть мы можем чуть-чуть поближе подкатиться. Так, выделяем необходимое нам ребро, и мы видим точный размер, то есть здесь у нас не миллиметры, а метры. Точный размер, точный размер этой грани. И все остальные части конструкции, они пропорциональны друг другу. То есть, если мы перейдем, к примеру, ну вот к этой вот грани, вот мы видим, пожалуйста, метр восемьдесят семь сантиметров. Вот это вот створочка. Так, также мы можем посмотреть, например, сколько у нас труба. Значит, четыре метра тридцать сантиметров плюс два двадцать, это будет шесть пятьдесят, шесть пятьдесят. Ну и где-то пятьдесят сантиметров, а вот общая высота семь метров. Так что, проектируя таким образом свое строение, вы экономите на времени, экономите на общем представлении о вашем доме. Здесь все сходится, все четко, все понятно. Также можно уже сразу же рассчитать необходимый материал. Если кому-то будет интересно создать свой домик или иное другое сооружение, вот в таком вот формате, в котором вы увидите все цифры, а также наглядно увидите размещение объектов, все стыки, вы можете ко мне обращаться. В принципе, мы сможем с вами посотрудничать и договориться. Почему я говорю посотрудничать? То есть, это не просто найм, допустим, работника какого-то, которому вы платите деньги и просите от него создать некий объект. Вы же понимаете, что вот в этом объекте очень много деталюшек, очень много различных линий. И поэтому человек, который хочет спроектировать, он всегда будет находить какие-то детали дополнительные для того, чтобы их подкорректировать, подсчитать. А то, что бывает вам реклама говорит, проект сооружения под ключ, ну это не совсем так, потому что вы же тоже считаете на бумаге. Поэтому мы с вами можем на самом деле посотрудничать, если вас интересует вот такая вот идея о том, что вы изначально создаете 3D-модель, а потом уже по ней, без всякого труда и без всяких дополнительных интеллектуальных усилий, которые необходимы для расчетов, вы кроите материал, собираете все это дело. Так что вот так вот, обращайтесь. В принципе, цены у меня не могут быть высокими, они ниже среднего по населению. Самое главное, это результат за вполне разумные деньги. Ну, к примеру, вот этот бы домик я для вас спроектировал всего за 5000 рублей. То есть, сюда бы входила не только лестница, печка минного типа, вот кукушка вот такая вот, а сюда бы входила полная детализация. Здесь вот, как видите, здесь еще выполнен второй этаж. Ну, второй этаж, небольшая мансардочка. Вот, а я бы для вас уже делал полный проект со всеми деталями, всеми. То есть, и, в принципе, это вышло бы 5000. То есть, специалисты, которые работают массово, они берут вдвое, а то и втрое больше. Вот. Поэтому можете обращаться, буду рад сотрудничеству. Спасибо за внимание. Спасибо.